Невилет стал самым обсуждаемым персонажем за последнее время и привлек немало внимания. Также он претендует на место Гидроархонта и сможет ли он им стать. Ведь слухов на этот счет идет очень и очень много. Давайте я в этом видео разберу, почему же он такой популярный и сможет ли он стать Гидроархонтом. Ну а с вами Скайски, перед началом ролика я у вас попрошу поставить лайк и подписаться на канал, это очень важно. А я начинаю. Стоит сказать, когда пошли первые сливы про Фонтейн, его конечно же заметили. У него очень красивый дизайн и сам он по себе напоминает того самого дракона, которого из себя представляет. Также многие сначала подумали, что вот он наш Гидроархонт, но нет, это оказалось Фурино. Да, многие конечно расстроились, но бывает. Но и без статуса Архонта он нашел свою аудиторию, ну сколько мемов про него понаделали, когда вышел сюжет 4.0. И это до сих пор продолжается. Кроме шуток, у него очень интересный лор и сам по себе персонаж очень глубокий. Разбирать тут можно много. И даже персонаж претендует на место Гидроархонта, ведь многие думают, что на самом-то деле он и есть Гидроархонт. Но зачем-то это скрывает. Теорий множество, и они имеют право на существование, ведь в сливах это иногда где-то фигурирует, но не утверждается. Так что не бойтесь, кто этого боится. Кстати, отдел опрос достоин линию Вилет быть Архонтом, и многие проголосовали за то, что да, все-таки он может быть Гидроархонтом. Вполне себе его считают достойным кандидатом на эту роль. Бедная Фурина, че ее так не любят? Геншин Дроп, это сайт, где вы можете купить примогемы и луну дешевле, чем в игре. От вас требуется только UID. И при покупке вас не забанят, не бойтесь. Тут нет никаких кейсов. Покупайте выгоднее и быстрее на Геншин Дропе. Все указано в описании. Но если бы ему выпала честь стать Гидроархонтом, скорее всего он бы им не стал. Он тонко намекал, что стать им он не собирается, и вообще это как-то тупо. Нью Вилет на самом деле очень сильно любит Тайват, особенно Фонтейн. Он хочет сделать что-то для этого мира. Свергнуть там что-то, что-то исправить. Он такой дядька за справедливость. Именно из-за этого его и любят. И давайте так. Нет, он не сможет стать Гидроархонтом. Гидроархонтом останется Фурина. Пусть она там разбирается, где ее сердце бога, что она будет там делать. А он останется в своем статусе верховного суди или что-то еще придумает. Он у нас умный. Ну и геймплейная часть. Я снял несколько шорцев и даже видео, потому что он скучный. Да, это не я так считаю. Это считают некоторые игроки. Я там описал почему. По геймплейной части его некоторые считают скучным, потому что зажать вот эту вот атаку и просто брызгаться по всему полю, это не то чтобы очень прикольно и надоедает. И это почти весь его геймплей. Да, Сяо будет поинтереснее. Но у него есть и другие аспекты, где-то интересно, где-то нет, просто люди разные и по-разному реагируют на то или иное. Так что это просто все субъективно. Ваше мнение, конечно же, выражайте в комментариях, они всегда открыты. По-настоящему культовым персонажем он стал. Конечно же он запомнится надолго всем игрокам и будет появляться даже по окончанию сюжета Фонтейна. Но это мне так кажется, такого перспективного персонажа отпускать, к сожалению, у них не выйдет. Давайте гоните нам еще Нювелета, его так любят комьюнити. Но пока у нас идет Фонтейн, нехватки его мы ощущать не будем. Даже тот же Альхайтам не сделал того, что сделал Нювелет. Ладно, давайте я перестану его восхвалять, говорить, что это лучший персонаж. Аж просто у нас вышел такой знаковый персонаж, и я просто хотел сделать об этом ролик, о его проблемах, о его не проблемах, о том, где он сильный, где он слабый. Надеюсь, у меня вышло раскрыть эту тему и вам понравился этот видеоролик. Ну конечно, любители Нювелета, конечно же, поставят лайк. И подписываться не забывайте. Еще увидимся.